Всем привет! Вы на канале Clownbox World Travel. Добро пожаловать! Спасибо за подписку! Благодарю за доверие! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вам показываю маршрутку из Санкт-Петербурга до Ивангорода. Собираюсь переходить границу из России, видите, ставьте лайк, в Эстонию. Я еду до Ивангорода, вот до сюда, это я уже в Ивангороде, уже в Ивангороде, отсюда уходит маршрутка, круглосуточная, вот тут пятерочка. Идет маршрутка от станции метро Бухарестская, стоимость 750 рублей. Вот это я уже подхожу к границе, к 6.30 я подошла. Это еще погранпункт перехода из России в Эстонию еще не открыт. И вот скопилась очередь, ну, человек 35 под навесиком. Вот, ну, и в результате даже в 6.40 сюда я подошла, была в середине очереди под навесиком в коридорчике в этом. Вот, и, ну, все без двух минут стали запускать. И еще получилось, вот, стояли здесь и внутри стояла я, ну, где-то все равно час, потому что без 5.08 я вышла в Нарве. И уже без 5.08 я была в Нарве на площади. Ну, как бы за час 20 я просто стояла перед открытием. Вот, это я на мосту. В коридоре в зеленом нету никого, в коридоре никого нету зеленого. Все, сейчас я перешла из России, из Ивангорода. Ну, там нормальная под навесиком. Я просто заранее пришла. Ну, все равно вот 50 минут, 51 минута, но я заняла в половине уже стояла. В половине седьмого. А сейчас 7.51. Ну, короче, вот эта вся очередь только здесь, на Петри Плац. Внутри нет никакой очереди. И обстановка такая, что сейчас очередь перед эстонской границей перехода из Эстонии в Россию, в Нарве, вот, только на Петри Плац. Внутри нет, ни в зеленом коридоре, ни там. Этот быстро продвигается, все нормально. Короче, очереди все уже спали, ажиотаж спал. Так, дальше информация, что вот есть с чемоданчиками, а в основном вот там вот первая партия людей, все с тележками такими, тележки с товарами. Из Финляндии, как бы, переносятся товары. Из Эстонии. Вот первая партия людей. Это все с коробками на тележках, там, всякие какие-то щиты, какие-то арголитины понесли. Не арголитины, а какие-то композитные материалы дорогой. Ну, в общем, как бы, торговля уже возобновляется. Ладно, все хорошо. Вот эта очередь даже до Нарвы не доходит. Я там вижу, но уж, ладно. До надписи Нарвы автобус. Всем хорошего перехода, все быстро. Единственное, что теперь дождик. Вчера жара была, теперь дождик. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду держать вас в курсе. Сейчас обстановка вообще легкая. Легкая. Пройдете вообще хорошо. Сейчас у нас 18.44. Чуть-то я не фокусирую на часах. 18.44. Приехали два автобуса. Если два автобуса... Нет, один. Тот уже давно приехал. Глав один автобус. И... Это 50 человек. Тут хвостик вообще небольшой на Петерри Плац. Небольшая очередь. Сейчас немножко становится... Поменьше очередь, поменьше. Здесь небольшая. И вот сегодня утром я вам показывала... Ну, то есть в первой части видео будет. Там тоже была достаточно небольшая перед открытием. Но сейчас не скапливаются на мостах и в коридорах. Ну, то есть таможня тоже подстраивается... Под количество людей. Если, например, очень жарко, их туда не пропускают. Потому что там, когда проходишь эстонскую таможню... Ой, это погранпереход из Эстонии в Россию, в Нарвию, то там проходишь мостик. Когда было жарко, чтобы не скапливались вот там еще дальше зеленый коридор, то регулировали поток здесь, на Петровской площади. Ну, все, я вас поздравляю. Так хорошо стало поменьше очереди. Сегодня я шла... Ну, 40 минут из России. И на встречку все люди мне говорили. На встречку мне люди... Говорили, что два часа стояли вечером с 8.30 там и так далее. Да, сейчас уже народ схлынул, который из аэропортов приезжает. Сейчас уже... А это мы с вами идем на остановку. И как бы я вам покажу, как бы вы поехали. Вот вышли с границы. Вышли с границы вот отсюда. Вот отсюда. Тут памятник Паулю Кересе, шахматисту. Там он сидит с дисмешеками, играет в шахматы. Шучу. И вам надо перейти на ту сторону. Это улица Пушкина. По-эстонски Пушкини. И вот там вот остановка. Вот эта остановка в город Нарву. Вот тут через кольцо. Вот там кольцо. Вот этот домик. А вот туда нужно ехать на ЖД. Вокзальчик. Сайт Элрон. Купить билетик. Тут все автобусы. Вон остановка. Вот, сейчас я вам покажу. Сейчас машина повернет. Остановка. Вот. Вот остановка. Здесь от этой остановки все автобусы проезжают мимо ЖД. Рейлвейстейшн. Рейлвейстейшн. Забыла, как назвать. В Таллине Балтиям. Здесь тоже ям. Раут-де-ям. Вот. И вот туда мы едем на вокзал Нарва. Железнодорожный. Там ходят электрички. Днем. Вечером 17 там с чем-то. Еще есть вечером последнее 19 там с чем-то. Вот. Я поеду на электричке в Таллин. Потом в Таллин я вам покажу, что там. А это... А это у нас в эту сторону Нарву. Вон там круговая площадь наша. То, что с фонтанчиками у меня видео есть. А я вам сейчас просто покажу. Расписание, как разбираться. Это Петери Плац. Вот, например, Топа. Рабочие дни. Топа. Это выходные дни. Суббота, воскресенье и выходные праздники. Ну, тут расписание. Ну, на ЖД вокзал все идут. Все автобусы проходят мимо ЖД вокзала. Так что оставайтесь. Очередь мы посмотрели. Обстановка налаживается. Я сейчас пойду соберу вещички. И... Ну, уже собрала. И на последнюю... Сейчас электричку добавили в Таллинн. На последнюю электричку в 19.30 сяду. Последняя, правда, стоит не 11 евро на сайте, а 15 немножко дороже. А, сейчас 12 где-то евро обычная электричка стоит. И вот последняя дополнительная. Тоже подстроились как бы железнодорожные пути. Подстроились под поток людей, проходящих через границу. Вот наша граница. Ну, и вам покажу, как я доеду. Я доеду до Юля Мисте, станция. Вот, там торговый центр красивый. Там дойду даже пешком или на автобусе доеду. Там сразу вот Юля Мисте. И можно пешком дойти 7 минут идти до аэропорта. Вот эти фонтанчики. Я вам их показывала, как они ночью разноцветно подсвечены красиво. Вот. Дойду до аэропорта. В камеру хранения сдам чемодан и пойду ночевать. Завтра утром у меня перелёт. Это площадь Паула Кереса. Эстонские буквы произносят только Э. Кересе. В эстонском языке нет буквы Е. Вот. И смотрите продолжение, как я на электричке комфортной. С всякими USB-шками. Можно и подзарядить. И мусорки. Всё чистенько. И туалет чистенький. Как я поеду в Таллинн. До станции Юля Мисте. И в аэропорт. Там оставлю, да. В камеру хранения. А вот у нас тут прямо вот переходите оттуда, например. Из России. Кто первый раз в Нарву. Круговая площадь. И вот тут сразу Лидл. Лидл. Ну и в общем, как я вам утром, не знаю, не помню, говорила или нет. Скажу, если что. Что это Петербуре Те. Туда вот. Наталин. Это собачка красивая. Вот Лидл у нас. Так, сколько у меня? Восемь минут. В общем, в очередях сейчас много вот из Нарвы утром выходят. Первая половина очереди. Это все с тележечками и с товарами. Носят товары. Сейчас вот обновилась торговля. Товары. Ходки. Ходки. Вот. Так что продолжение смотрите. Сейчас еще буду для вас снимать. Это я уже села в электричку и уже еду. Электричка очень комфортная. Я больше люблю ездить на электричке. Покупаю на сайте Elron билетик онлайн. Он стоит дешевле на 2 евро, чем у кондуктора покупать. И еду до станции Ullemiste. И там пешком можно дойти до аэропорта. Или на автобусе. Две остановки. 15 автобус идет со станции Ullemiste в аэропорт. Вот. С удовольствием еду на таком комфортном поезде. Люблю больше, чем автобус на автобусе укачивает. И автобус дольше идет. На такой супер электричке мне очень нравится. И вот я уже в аэропорту. Там самолетики. Так, может и рановато я приехала. Тут такая инсталлясион. Тарту 2024. Вот. В аэропорту. Lecocq Lounge. Lecocq Lounge. В общем, пребываем на Ullemiste. Ullemiste. Переходим. Железнодорожные пути по пешеходному переходу. Подземному. И в сторону аэропорта. Там дойти вообще немножко. Ну, да, по карте посмотреть можно. Очень немножко. Там можно двумя способами. И слева обойти вдоль трассы. Там и справа. Ну, в общем. Ну, я доехала. Я сразу у меня чемоданчики. Я сразу села на автобус 15-й. То есть я перешла дорогу. И около торгового центра Ullemiste. Вторая остановка автобусная. Вот. И там доехала до аэропорта. Две остановки. Ну, это очень быстро. Это вот автоматические такие самообслуживания. Кассы тут можно купить. Что-то перекусить. Цены. Ну, и вот я уже в аэропорту. Тут какие-то салатики. Такое. Ну, дороговато, конечно. Но у меня с собой есть перекусы. Водичка. 360. 360. Такая вода простая. Просто вода 2 евро. И тут уже жду своего отправления. Ну что? Все вам рассказала так немножко. Немножко у меня, может, уставший вид. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Немножко вам атмосферы такой аэропорта Таллинского. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok